первое что я уже давно поняла и это чувство меня не покидает это страх неудач потому что как вы знаете процесс трудоустройства он связан со многими процессами другими и в нем задействовано очень большое количество людей поэтому для того чтобы мы достигли успеха должны сопоставиться многие факторы и это происходит вот положительное такое сопоставление факторов и постоянный успех многих отрезков этого процесса он должен проходить довольно долгое время то есть это проект не двух недель ни одного месяца мы работаем соискателями от минимум там полугода до года потому что мы сопровождаем медсестер от начала изучения языка до трудоустройства врачей тоже и даже до апробации поэтому я отдаю себе отчет постоянно в том что что-то может не получиться работодатель может отказать в рабочем месте когда уже было выдано на руки приглашение на работу или трудовой контракт или соискатель сам может отказаться от дальнейшего трудоустройства в виду сложившихся у него обстоятельств или соискателю могут отказать в визе и конечно зная это зная какую комплексную услугу мы предлагаем этот страх неудачи сопровождает меня постоянно и единственное что помогает от него избавиться это просто работать дальше вторая вещь которую я поняла в процессе работы это то что как бы мы ни старались всегда кто-то будет недоволен и вот это понимание она вытекает из первого понимания страха неудач потому что как я уже сказала выше в процессе трудоустройства завязано очень большое количество актеров и как бы мы ни старались у нас также может не все получится ввиду каких-то внешних обстоятельств поэтому на десять человек которые довольны нашими услугами вот где-то один человек будет недоволен будет оставлять плохие комментарии будет обвинять нас в чем-то но я с этим смирилась если раньше для меня вот стопроцентное там выполнение плана было очень важно это чтобы мы доводили в стопроцентном все проекты до конца сейчас это тоже важно но я хотя бы хотя бы приняла тот факт что не все от нас зависит к сожалению и поняла это также в процессе работы уверенность в себе можно приобрести только в процессе работы только осуществляя какие-то шаги если вы не знаете пусть это не касается переезда пусть это касается каких-то других аспектов нашей жизни но это факт об этом говорят многие об этом написано во многих книгах что если ты идешь ты преодолеваешь какой-то путь если ты стоишь на месте то ничего вокруг тебя не меняется и дорогу одолеет идущий мы с нашими клиентами только совершая определенные действия мы понимаем получится или не получится да или но обычно получается но это занимает какое-то большее количество времени поэтому уверенность себе приобретается только во время совершения определенных действий к своей цели мы изменяем жизни и я научилась принимать это с полной ответственностью мы открываем как эти замки вот большое количество замков влюбленных находится рядом со мной мы такое же большое количество замков в новую жизнь открываем для наших соискателей конечно меньше чем здесь но все же это очень большая ответственность и я раньше ее боялась но теперь я с полной уверенностью могу сказать об этом что никаких трудностей я и моя команда не боимся если речь идет об изменении жизни человека мы проживаем каждую историю с нашими соискателями иногда это сложно иногда это еще сложнее да но все таки это всегда очень интересно и мы радуемся вместе с нашими клиентами когда у нас все получается я снова и снова понимаю как я люблю то что я делаю я открою вам большой секрет в начале еще вот где-то пять лет назад уже немножко больше когда я только начинала заниматься трудоустройством врачей я не очень хотела этим заниматься потому что я знала что это бизнес у которого не очень хорошая репутация о фирмах-посредниках не очень хорошо отзываются и я знала что это очень тяжело но мне очень хотелось помочь людям очень я первое трудоустройство врача которая я провела проект стоил для него 50 евро да то есть я практически бесплатно все сделала просто нарабатывая опыт и я не хотела этим заниматься но люди сами ко мне обращались и увидя то какое большое дело мы делаем зная что все равно это не просто какая-то услуга которая вот там забывается через 32 месяца а люди переезжая сюда остаются долгие годы благодарны мне я полюбила помощь трудоустройстве врачей потом мы добавили медсестер и я снова и снова понимаю несмотря на всякие трудности которые мы преодолеваем с моей командой насколько я люблю этим заниматься и и и